Продолжаем встречать это утро на телеканале Беларусь-2 и хотим напомнить вам, что в конце 23-го года Национальный Центр Электронных Услуг запустил удобное мобильное приложение Е-Послуга для работы с биометрическими документами. Подробнее о его функциях и возможностях прямо сейчас расскажет наш гость, пресс-секретарь Национального Центра Электронных Услуг Майя Яндаладзе. Доброе утро, Майя. Доброе утро. Е-Послуга, если простым языком, кто еще не сталкивался, это что вообще? Е-Послуга – это название единого портала электронных услуг, который в нашем государстве уже существует более 10 лет, и на этой платформе расположены все электронные государственные сервисы. Все сервисы – это какие? Вот по простому человеку, что с помощью Е-Послуга он может сделать, что раньше было тяжелее? Ну, либо надо было просто отдельно искать, куда обращаться. Преимущество мобильного приложения в том, что вам не нужно со стационарного компьютера подключаться к Е-Послуге. Достаточно скачать мобильное приложение на свой смартфон, приложить ID-карту, авторизоваться в личном кабинете на портале и получить любую электронную услугу. А какие это услуги? Ну, вот если конкретно. Я понимаю, что их огромное количество, там сотни и тысячи, но если говорить про самые популярные, это что? На данный момент на едином портале электронных услуг, также и в мобильном приложении, 346 административных процедур и 255 электронных услуг. Все государственные сервисы, оцифрованные как и в мобильном приложении, так и на едином портале электронных услуг Е-Послуга, доступны для граждан. Это удобно, что в одном месте есть в общем-то все организации, можно обратиться, а не искать контакты, писать обращение через сервис обращения, ждать ответа и так далее. Здесь уже обязаны отреагировать и тоже прислать ту информацию, которую ты запрашиваешь, либо осуществить административную процедуру. Очень удобно. Пока мы знаем только для Android телефонов, но есть и компьютерная версия, когда сайт открываешь. Да, портал существует, повторюсь, уже 12 лет, он из года в год преобразовывался, изменялся интерфейс, становился очень быстрее, красичнее. Сейчас на портале все государственные сервисы распределены по категориям, по направлениям, допустим, здравоохранения, услуги земельно-имущественных отношений, услуги образования и тому подобное. А что необходимо для того, чтобы авторизоваться там? На едином портале электронных услуг необходимо для начала, и как и в приложении, в принципе, для начала зайти в свой личный электронный кабинет. Он создан для умолчания для всех граждан Республики Беларусь и не только, и находится в неком спящем режиме, пока гражданин, пользователь не зайдет туда и не активизирует его. Если вы зашли на единый портал электронных услуг через стационарный компьютер в личный кабинет, то уже в мобильной версии единого портала вы активизировали свой личный кабинет и не обязательно вводить снова, проходить все эти этапы авторизации или регистрации. Если вы выскочили мобильное приложение, мы знаем, что есть определенные, да и, собственно говоря, в компьютерной версии определенные требования к идентификации человека, так как это все-таки портал, где ты от лица гражданина можешь обращаться в госорганы, там должна быть верификация. С ID-картами я знаю, что легко пользоваться относительно. Можно к телефону ID-карту предложить, либо есть вот такой вот считыватель. Если нет ID-карты, то нельзя пользоваться ей по следователям? Можно пользоваться и заактивизировать свой личный кабинет через e-mail, номер телефона или аккаунты Google или Apple, но нужно понимать, что тогда ограниченное количество электронных сервисов у вас будет доступно в личном кабинете, так как большинство государственных сервисов требует строгой идентификации, а это наличие электронной цифровой подписи. Это флешечка такая, которая покупается в национальном центре и, в общем-то, там твоя подпись видели. Да, он выпускается на год, на два или на три, и каждый год, потом и в течение года можно его продлевать. Или же вы открываете для себя такую смарт-ID-карту, на котором уже расположена электронная цифровая подпись, и пользуетесь спокойно. Ну, либо считыватель такой, если у тебя к телефону понятно, просто приложить, а если компьютер, то надо докупить такой считыватель. Да, если со стационарного компьютера, вам необходимо к считывателю приложить ID-карту, набрать ваш пин-код персональный, и все, вы переходите в свой личный кабинет. Считыватель выглядит страшно, но на самом деле для тех, кто часто обращается за какими-то процедурами, очень удобно. И, конечно, за этим будущее, когда все можно сделать с помощью интернета, не обращаясь в какие-то госорганы и не ища контакты той или иной организации. В этом и плюс мобильного приложения «Епослуга». А в приложении можно проводить какие-то денежные операции? В рамках заказа админпроцедуру и электронных услуг – да. То есть вы не сможете оплатить услуги ЖКХ, вы сможете оплатить ту электронную услугу или ту админпроцедуру, которая требуется вам. Да, если оно платное. Но есть и бесплатные электронные сервисы. В общем, теперь все в одном приложении удобно. Все организации, зашел, то, что нужно выбрал, никаких очередей, никаких вечных поисков, куда обратиться и так далее. Все просто и понятно. Ну, за этим действительно будущее, а не ходить по кабинетам и искать, когда там у кого приемный день. Майя, спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была пресс-секретарь Национального центра электронных услуг Майя Яндаладзе. Хорошего дня. До свидания.